Добрый вечер. Мы с вами, как всегда, с молитвой в сердце приступаем к нашим занятиям, продолжаем книгу Шуфти. Мы находимся в ее конце, но последние главы нас переносят в самое начало, в те годы, которые после завоеваний Яшуа, в общем-то, почти предшествуют эпохе судей. Мы переносимся с вами во время Атаниэля бен Кназа, первого судьи, который завоевывает Хеврон и строит, если так можно сказать, строит, действительно, и в духовном и физическом плане колено Иуды пытается повлиять на все остальные колена. Но здесь мы с вами увидим, забегая вперед, что как бы судьи не решали глобальные задачи, даже двора, они все равно остаются судьями в пределах своих колен. И их влияние на другие колены, колено весьма и весьма ограничено, кроме, возможно, тех всплесков, войн, когда колены объединяются, как во времена Гедеона. И то мы видим, что не все колены объединяются, и между коленами возникают даже ссоры. И рефреном последних глав является «И в то время не было царя в Израиле». Но, может быть, прежде чем погрузиться в эти последние главы, очень тяжелые, как бы с моральной точки зрения их тяжело читать, просто представлять себе, что после исхода из Египта народ или даже часть его оказалась на столь низком уровне. И последние главы напоминают нам грех Золотого Тельца, преступление против Всевышнего и грех с Домой и Аморы, то есть тех грехов, от которых нужно было бы уйти как можно дальше. Но мы видим, что они проникают в Израиль, и даже если мы скажем, что это отдельная группа людей, то все равно как бы преступление или низкий духовный уровень одного-двух группы людей, он свидетельствует о недостатках всего общества. Даже в правилах комментирования Тора есть такое правило, что тот, кто вышел из общества, из общего, частное, которое вышло из общего, оно вышло для того, чтобы научить обо всем общем. Да, в какой-то частности, в каких-то людях, в каком-то колене сконцентрированные проблемы, они всплывают через какую-то группу людей или отдельных людей в самом уродливом виде. Но нужно понимать, что эта группа людей, она так или иначе отражает общее состояние или, можно сказать, общие недостатки. Но, прежде чем погрузиться в эту эпоху, я бы хотел с вами несколько слов дополнить к рассказу о Шемшоне, конца этого рассказа. Возможно, то, что не прозвучало ясно на предыдущих уроках, достаточно ясно. Мне бы хотелось уточнить немного. Для этого мы с вами откроем 16 главу, рассказывающую о Шемшоне. Вот, прежде всего, прежде всего, даже, наверное, это нужно было бы взять 15 главу, но мы вспомним так ее текст. Да, мы помним, что перед походом Шемшона в Азу его связывают сыновья Иуды, выдают филистимлянам. Он берет челюсть осла, которая попадается ему подруги, разрывает веревки с легкостью, которыми его связали, берет челюсть осла и побивает ей филистимлян. При этом он приговаривает на бахамор, хамор, хаморатаем ослом, ослиной челюстью побиваю ослов. И после этого он отбрасывает ослиную челюсть и чувствует слабость. Слабость, от него уходит Божественный Дух, и он понимает, что он оказался в состоянии, в таком состоянии, в котором бы находился обычный человек, который давно не пил, давно не ел. И он чувствует слабость и просит у Всевышнего, чтобы он дал ему напиться, восстановить свои силы, иначе произойдет осквернение имени Всевышнего предуфилистимляне, необрезанное, как он говорит, свяжь и убьют его, и тогда чудо, оно будет аннулировано. Да, и произойдет осквернение имени Всевышнего большое, потому что филистимляне убьют человека, на котором пребывал до сих пор Дух Божественный. И Всевышний дает ему воду как раз из лунки, из лунки зуба, скажем, да, из гнезда зуба, который в этой челюсти, которую он побил, филистимлянный шимшон пьет из этой воды. Что здесь произошло, почему он потерял силы, может быть, мы недостаточно это подчеркнули. Дело в том, что Всевышний дает силы шимшону только ради всех сыновей Израиля. И мы представляем состояние шимшона. Его связали сыновья Иуды, его выдали. И он, в общем-то, не хотел бы, не хочет продолжать заступаться за сыновей Израиля, за колено Иуды. Ему кажется, что Божественный Дух уже достаточно показал, насколько слабы филистимляне. Если Всевышний будет с коленом Иуды, а не с ним, то колено Иуды сможет побеждать. И он больше не хочет, как бы, один делать работу за всех. Его состояние можно сравнить с состоянием Маше, который убил египтянина. И его выдали свои же соотечественники, ему пришлось убежать. И он больше сорока лет находился в пустыне и не вспоминал о сыновьях Израиля до тех пор, пока Всевышний к нему не обратился из горящего куста. То есть, когда человек Маше решил, что сыновей Израиля, которые выдают того, кто вступается за них, того, кто призывает их не мириться с их положением, если они выдают такого человека, то их невозможно будет вывести из Египта. И он, как бы, психологически, мысленно отстранился или даже заставил себя отстраниться от всего, что происходит в Египте. От страданий сыновей Израиля. Сорок лет он пасет скот и троп. То же самое происходит и с Шемшоном. Он не хочет, как бы, больше нести на себе эту нагрузку. И тогда моментально он теряет силы, Всевышний ему показывает, что это не его личная война с филистимлянами. И что Божественный Дух пребывает на нем ради всех сыновей Израиля. И после этого Шемшон, как мы с вами говорим, 20 лет он судит Израиль. То есть есть какой-то перерыв его деятельности. Затем он идет в Азу. Нужно подчеркнуть, что Аза – это наиболее отдаленный город филистимлян. И его подвиг там, то, что он вырывает ворота Азы, он показывает филистимлянам, что не только на границе между Цара и Иштаоль. На границе с коленом Дана проявляется сила Шемшона, что даже в самом отдаленном городе они не смогут укрыться. Давайте мы сейчас попробуем поднять с вами карту, если у нас получится. Скажем, немножко ее увеличим с вами. И попробуем. Так, не очень хорошо. Возьмем чуть поменьше. Мы здесь с вами видим карту, где действует Шемшон. Иглон – один из филистимских городов. А Шемшон уходит в Азу, специально идет в Азу, в самый отдаленный город. И проносит ворота, как мы с вами говорили. Чуть повыше поднять карту можно? Я с удовольствием, но у меня сразу не получается, понимаете. А искать здесь все эти моменты, как-то мне не хочется тратить на это время. Я думаю, что мы, к сожалению, так вот как-то… Окей, да. Вот он где-то из Азии, он идет в Хеврон, приносит ворота туда, на город. Мы здесь видим с вами город Лохиши. Мы представляем себе, что здесь на границе с Даном такое смешанное население. Это то, что делает Шемшон, когда он возобновляет свою деятельность для того, чтобы вновь призвать сыновей Израиля к борьбе с филистимлянами. Вот это то, что мне хотелось дополнить, то есть то, что Всевышний показывает, что Божественный Дух пребывает на нем ради сыновей Израиля. И если он отказывается от нести на себе как бы вот такую психологическую нагрузку, да, вот мы здесь с вами видим и что лицера, да, вот если он отказывается нести такую психологическую нагрузку за всех сыновей Израиля, поднимать всех сыновей Израиля, да, то тут же Божественный Дух уходит от него. И как бы Всевышний показывает ему, что тогда и задним числом как бы все, что он делал, да, все, что он делал задним числом и его походы к женщинам Плештим, все это становится нечистым. Он пьет как бы из нечистого источника. Он напивается, он спасается, но он пьет из нечистого источника. Этот урок Шемшон усвоил, да, вот теперь это один момент, который хотелось бы дополнить. Теперь еще один момент относительно, относительно длила, да, относительно длила. Я не буду напоминать весь рассказ про длила, потому что я думаю, что в этом нету необходимости. Мы только возьмем ее одно имя, ее длила. Длила, поскольку события происходят на границе Дана и Плешти, можно было бы предположить, что длила, она является еврейской женщиной, женщиной и сыновей Израиля, которая также безграмотно отделилась от сыновей Израиля. Но нет, такого предположения нету нигде, мы не встречаем, скорее длила, она женщиной и с Плештим, которая несколько приблизилась к сыновьям Израиля. Израиль ни в коем случае, она не относится к сыновьям Израиля по своему происхождению и воспитанию. Трактат Сутан намекает, что длила, и когда она была шимшоном, она изменяла ему, то есть это типичное поведение для женщин Плештим, но не для женщин сыновей Израиля. Откуда же тогда у нее такое имя, длила, которое напоминает ивритское имя, это скорее не имя ее, а прозвище Далаль, Далелла. Она прорядила, сделала редким, сделала слабым силу шимшона, поэтому она называется длила, тот, кто медалель, долель, делает редким, проряжает. И, скажем, вот это те добавления, которые мне хотелось бы сделать относительно прошлого. Теперь мы с вами открываем следующую главу и попадаем здесь в большие и большие проблемы. И вот мы видим, что пророк Шмуэль, который записал книгу Шофтим, он сразу открывает последние главы словами. «В то время не было царя в Израиле». И в те дни колено Дана искала себе удел, чтобы жить в нем, так как не было дано ему пожребие удела среди колен Израиля до того дня. Конечно, было дано пожребие удел, и этот удел граничил с Плештим. Сами земли Плештим, ее основные земли Плештим, они должны были принадлежать колену Иуды. Колено Иуды завоевало, как мы представляем себе, Плештим еще в эпоху Яошуа, но колено Иуды завоевало Плештим в эпоху Чевашуа, но ушло оттуда, полагая, что Плештим будут платить дань. Ну и, конечно, Плештим очень быстро обрели свою самостоятельность, и у них было, скажем, много преимуществ, как мы говорили, техническое развитие, и потом управление по сравнению с кананскими племенами, у которых был 31 царь, как минимум, как можно представить, которых разгромил Яошуа. В Плештимляне они представляли собой пять городов, в которых были князья, и эти князья одержали общий совет, то есть такое, некоторое, как бы, похожее на демократическое правление, они не цари, князья, по всей видимости, в каждом городе есть общие собрания. То есть у Плештимлян есть очень много преимуществ, по сравнению с кананскими племенами и по сравнению с сыновьями Израиля, которые плохо организованы. Они освобождаются, постепенно перестают платить дань, и, как мы представляем себе, очень быстро начинают теснить колено Дана, и колено Дана, которое не чувствует поддержки, и даже в то время, когда Утаниэль Бенкнас является судьей, мы видим, что не так все благополучно, хотя Утаниэль Бенкнас представлен как человек Торы, знания которого Торе подобны знаниям Яошуа, благодаря знанию Торы он завоевывает Хеврон, то есть человек, который мог бы и вести войны, и поднимать сыновья Израиля духовно, и возвышать их морально-нравственный уровень. Но, тем не менее, мы видим, что вот рядом с ним, с соседним коленем, в колене Дана, происходят процессы, совершенно непохожие на то, что есть в Иуде, который, по крайней мере, в основной своей части, в центральной части укрепляется, и завоевывает весь свой надел. Опять же, если не считать филистимлян, который выходит из-под власти Иуды. И вот Дан, мы опять же чувствуем, что не было царя. Вот Аниэль бен Кнас не царь. Он не решает проблемы колена Дана. А колена Дана не чувствует, что у него есть адрес, куда можно обратиться. Нету даже такой мысли, что можно попросить помощи у других колен, прийти к тому же, как Аниэль бен Кнасу, и сказать, что Иуда должен возглавлять завоевание земли Израиля. Почему же он не помогает колену Дану? Даже мысли такой нет. Колено Дана решает, не чувствует, что ему дан удел, не понимает, что ему дан удел, и он обязан завоевать этот удел сам или при помощи других колен. И он начинает искать себе удел где-то на севере, там, где Ашер, там, где Нафтали, еще, может быть, несколько севернее, чем колено Нафтали, он начинает искать себе удел. Давайте посмотрим карту. Попробуем представить себе, что здесь делается. Мы видим, вот здесь Дан обозначен. Как же он здесь оказался, Дан, когда он должен быть здесь? Вот Цараат, Иштеоль, вот здесь, вот рядом с коленом Иуды должен быть Дан. Как же он оказался на севере? Он ушел на север для того, чтобы завоевать себе земли, на которых он может жить подальше от воинственных, крепких, сильных плештим. Однако, однако, скажем, часть колена осталась, да, и вот мы поэтому и видели и Шемшона, и, как мы чувствуем, такое поредевшее население Дана. Это, об этом мы, как бы, читали или могли почувствовать, читая предыдущие главы. Здесь на карте обозначены, обозначены, откуда были судьи в земле Израиля, да, и мы можем себе представить основных, основных из них, это Ивцан, который мы представляем, что это Боаз, он был из Бейт-Лехема, вот, и Шемшон, он из Цераа, да, вот, пророчество двора, да, ее, ее район, это центральный район горы Ифраима, да, здесь у нас даже с вами обозначен Шмуэль, который завершит эпоху судей, он из Рама, да, Арама, да, место недалеко от Ирушалаима, да, мы видим здесь Ильи, о котором мы будем подробно читать в пророке, в книге пророка Шмуэля, да, вот, и он находится в Шилло, да, и мы видим, что судьи, они были из всех, всех колен Израиля, да, может быть, за исключением Беньямина, из которого поднимается первый царь, впоследствии Шауль, да, вот, но мы представляем себе, да, что, скажем, Яир Агелади, о котором эпизодически говорится в колене, в книге Судей, да, ему очень трудно управлять всеми коленами, живя за Яарденом, да, так что судьи, как бы, как бы они не были глобальны, как бы они не показывали пример всем коленам Израиля, как бы они не пытались обменить все колены Израиля, они все-таки остаются лидерами с такой некоторой, несколько ограниченной территориальной, некоторым ограниченным территориальным влиянием, да, вот, теперь, да, и мы скажем, да, в то время не было царя в Израиле, еще раз мы подчеркнем, да, что царь, что это, что, как мы представляем себе царя, да, царь строит дороги, да, он прокладывает дороги, у него есть право с точки зрения Торы прокладывать через частные уделы, так сказать, аннексировать земли частные для того, чтобы проложить царскую дорогу, по которой может пройти войско, по которой могут проехать гонцы. Мы представляем себе царство Шламо, его основой является связь, связь между всеми частями страны, колесницы, которые есть у Шламо, это не только армия, и может быть даже не столько армия, как это гонцы, которые направляются по таким, как мы сегодня сказали, по почтовым станциям, отправляются во все концы страны и получают распоряжение от царя из Ярушалаима и беспрекословно исполняют эти распоряжения. Царь собирает народ для строительства городов, и из всех колен Израиля он может привезти, обязать людей, прийти на строительство для того, чтобы укрепить один из городов, который, скажем, он сейчас хочет укрепить, или который ему представляется наиболее важным, укрепить. А с другой, и он, царь заботится, чтобы во всех коленах хватало продовольствия, и если в каком-то колене есть засуха, недостаток еды, то он направляет туда провизию. То есть царь это совершенно нечто другое. Не говоря о том, что как бы Тора видит первую задачу царя в том, чтобы возвышать моральный уровень. Мы видим, что и в рассказе о Давиде, что к нему приходят на суд люди, на царский суд приходят люди, несмотря на то, что существуют сангедрины суды, его задача возвышать моральный уровень, устанавливать высокие моральные нормы во всем народе Израиля. То же самое мы видим и со Шламо. Вот теперь, когда мы представляем себе эту картину, разрозненность, разрозненность колен, даже непонимание того, что нужно объединиться, ограниченные возможности таких судей, которые при всей своей глобальности остаются локальными, мы понимаем, когда мы представляем обязанность царя, мы понимаем, что включено в эту фразу. В то время не было царя в Израиле. И даже о том времени, которое сейчас пойдет, Атаниэль Бенкнас Шмуэль подчеркивает, что нужно сказать, для того, чтобы понять ситуацию дальнейшую, объяснить ее, нужно сказать, что в Израиле нету царя. И колено, и каждое колено решает свои проблемы, и колено Дана начинает искать себе земли в земле в северном окончании земли Израиля. И послали сыновья Дана из их семейства пятерых человек, военачальников, людей. Так, а вот нам все, что мы с вами сказали, это все нам очень годится, но нам нам с вами нужна, да, нам с вами нужна шестнадцатая глава, нам с вами нужна, сейчас, секунду, я разберусь, секунду, 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 что у нас здесь делается, почему-то у меня поднимается восемнадцатая глава, да, вот, а мне нужна шестнадцатая, я несколько раз нажимаю шестнадцатую главу, у меня восемнадцатая поднимается, да, вот, шемшон, так, теперь, а мне нужна семнадцатая на самом деле, секунду, 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 Вот 17 глава. Все, что мы сказали, может быть, как бы правильная такая ошибка из-за того, что открылась 18 глава. Мы с вами представили общую обстановку и время, а теперь мы конкретно можем посмотреть рассказ о том, что происходит. И был человек с горы Ефраима, имя его Михаял. Он-то человек с горы Ефраима, центральной части страны, но он живет в Дании. Он живет в Дании, он там поселился. Он, скажем, да, что можно сказать про него? Скажем, начало истории, наверное, происходит на горе Ефраима. Его спор с матерью, который мы сейчас посмотрим и постараемся представить его значение. Но впоследствии Миха переходит, перемещается в колено Дана, где есть место, где земли не определены, не закреплены ни за кем. И он может там поселиться. И то, что он делает, как мы увидим, ему гораздо удобнее делать в колене Дана, чем в центральной части страны, в колене Ефраима. Но, опять же, он приходит из центральной части страны в колено Дана. Теперь, Миха. Про него, скажем, мы видим, что он человек, мягко говоря, не очень праведный. Мы видим, что он человек, у которого представления о служении Всевышнему не отделены от представлений служения идолам или, скорее, есть представления о Всевышнем. Но, как это часто бывает у людей неграмотных, скажем, Всевышний не отделен у него от служения силам природы. И если мы... Речь идет о... Прошло, скажем, где-то 85 лет со времени исхода из Египта. Миха, как рассказывается, родился еще в Египте. Можно представить себе, что это не он сам, это его сын. И, скажем, есть семья, в которой есть самое начало, есть склонность такая к идолупоклонству, к мистике, может быть. И это передается от отца к сыну. Можно представить себе так. Можно представить, что в то время люди жили несколько дольше, чем мы себе представляем сегодня. И период их активной деятельности был гораздо более длинным, чем сегодня. Это не имеет значения. То есть, скажем, что Миха сам вышел из Египта. Или это его... Речь идет о сыне того человека, который вышел из Египта. Если представить, что он вышел из Египта, то ему где-то сейчас, может быть, 100 лет. А его матери, скажем, больше, немного больше 100 лет. Если учесть, что женщины в Египте рожали очень рано. Так что я бы не стал упираться в этот момент. Но, скажем, можно оговориться, что есть вероятность, что можно представить себе, что он и сам вышел из Египта. Говорят, что если он сам вышел из Египта, или отец этого человека, он участвовал в создании золотого тельца. Так как обладал некоторыми знаниями, которые он усвоил у Маше, еще в Египте. И мы видим, что, скажем, можно представить себе, что и у горы Синай были люди, которые, даже услышав голос Всевышнего, не обрели четкие представления, не поняли, чем служение Всевышнему отличается от служения силам природы. И некоторым казалось, что служат силам природы, они все равно служат Всевышнему, потому что Всевышний все равно проявляется везде и повсюду. Значит, можно служить силам природы, и это ничем не отличается служением Всевышнему. Наверное, таких людей было немного, может быть, их было единицы, но они все-таки были. Свидетельством тому, что могли быть такие люди, является замечание, скажем так, если так можно сказать, Маше в главе Ницавим, в Торе, в книге Дворим, что если среди вас найдется человек или семья, которая скажет, что я буду продолжать делать то, что я делал, и клятву, которую я принимаю, речь идет о клятве на горе Герезима, горе Ибаль, я принимаю ее только для виду, то пусть он знает, что на него придут проклятия, который пошлет Всевышний, который пошлет Всевышний и не будет обвинять из-за него весь народ. И действительно мы видим, что возникает такой человек, есть такой человек в народе, который живет в центральной части страны, и у него нет четкого представления о том, что можно, о том, что нельзя, о том, что называется служением Всевышнему, о том, что представляет собой идолопоклонство. Интересно, что Миха, если он вырос в центральной части горы Ефраима, то он жил недалеко от Мишкана, который стоит в Шило. И, безусловно, не один раз посещал его для того, чтобы молиться Всевышнему и приносить жертвы. И вот теперь он перемещается в колено Дана вместе со своей матерью. И разговор между ним и матерью показывает, насколько они примитивны и насколько низок их моральный уровень. Это, опять же, характеризуется вот этим моментом, что не было царя среди, царя в Израиле. Царя, который позаботился бы обо всем населении, позаботился о том, чтобы в каждом месте была возможность учить Тору. Мне установил бы мечта изучения Тора, как это сделал Шламо, как мы видим из его книги Мишлей, что места изучения Тора были повсюду, и на рынках, и в воротах города, и даже в тех местах, на дорогах, где останавливаются люди, чтобы переночевать, там можно было учить Тору. Это может сделать только царь во всей земле Израиля. А здесь мы видим, что есть великие праведники, как Отнеэльбенгназы, наверное, немало таких людей, которые привержены к Торе, но всего общего обучения Торе не существует, далеко не обо всех заботятся, чтобы они изучали Тору. И вот это Миха, да, и он разговаривает со своей матерью, и сказал он матери своей, «Тысяча сто монет серебра, которые были взяты у меня, а ты проклинала, а также сказала мне в уши, вот серебро это у меня, я взял его». Здесь есть некоторая предыстория, какая-то колоссальная, огромная сумма денег или ценности, тысяча сто монет серебра, которые были взяты у тебя, и мать хранила их, и они вдруг пропали. Это шекели, Рабзеев, да? Тысяча сто монет, давайте скажем, что шекелей. Скорее всего шекелей, да? Да, 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 шекелей. Тысяча сто шекелей серебра. Если мы хотим себе представить, можно взять примерно, что шекель – это 10 грамм серебра, то есть очень-очень большая ценность для частного человека, очень большая ценность, да? Интересно, интересно, что такую же сумму денег, на первый взгляд, предлагали князья Длила, да? Длила за то, чтобы она выдала Шемшона, и поэтому есть предположение, как бы, то не нужно пугаться, оно сразу приближается, что мать, что Длила – это мать Михи, да? Вот тут же оно опровергается, и говорится, что события Шемшона происходят в конце эпохи судей, а здесь события, которые мы с вами занимаемся, они происходят в начале эпохи судей. Зачем же дается такая посылка? Зачем же нас заставляют сдрогнуть от столь нереальной посылки, для того, чтобы мы поняли связь, как бы, не на физическом уровне, безусловно, это не та же самая женщина, а связь, как бы, некоторая, скажем, связь идей, да? Что там и там проблемы возникают из-за женщины, и неважно, что там женщина не еврейская, здесь женщина еврейская, еврейская женщина совершенно неграмотная, склонная к этому поклонству, она, как бы, трудноотличима от женщины из, от женщины из другого, другого народа, да? Вот, и, скажем, да, и мы можем представить себе, скажем, то, что мы можем выучить из этого, да, что отсутствие грамотности среди женщин, так сказать, опускание их, или, скажем, тот факт, что они оказываются на том же уровне, что женщины не еврейские, которые не воспитывались в духе вторы, и у них нету сведений из Торы, это большая проблема. Здесь, тем более, когда нету царя, мы видим, что проблема, неправильные представления, которые рождаются в одном доме, они распространяются на весь народ, да, и поэтому совершенно абсурдно мнение, что женщину запрещено учить, женщину запрещено учить Торе, что не нужно учить женщин Торе, это мнение совершенно абсурдно, потому что и духовный уровень женщин, и их грамотность, они играют определяющую, решительную роль в воспитании, воспитании нового поколения, и иногда играют решающую роль для всего народа, как мы с вами помним, что мать Шемшона, она была не из колена дана, в котором, видимо, грамотность была на очень-очень низком уровне, о чем можно судить и по отцу Шемшона, по моноху, да, она была из колена Иуды, была женщиной очень грамотной, которая и воспитала Шемшона, и подняла его, и удостоилась пророчеству, удостоилась такого сына, и даже если не говорить об этом, его воспитание просто было невозможно без того, чтобы мать Шемшона была женщиной исключительно грамотной, привязанной к Торе, Шемшона просто бы не было. И мы видим здесь, скажем, да, что нам показывают эту проблему, мы понимаем, что книга «Судьи» это какой-то конспект совершенно сжатый, который записал пророк Шмуэль. И здесь нужно читать между строк, да, и одна из проблем, которую нам высвечивают вот этими 1100 монетами, монетами серебра, шекелями серебра, и 1100, которые есть у Длила, нам говорят, да, что дом, женщина, это может быть разрушительной силой, которая отражается через весь народ, и напротив, если сравнить это с матерью Шемшона, то женщина может быть той силой, которая станет спасением для всего народа. И действительно мы с вами, забирая несколько вперед, вот мы можем представить себе хану из книги Шмуэля, жену Эль-Каны, которая пронизана трепетером перед Всевышним, приходит в мешкан, молится там, да, и у нее в результате рождается Шмуэль, который становится пророком, объединяющим весь Израиль. То есть мы видим постоянный разговор о женском начале, несколько завуалированный, который мы не можем пропустить, несмотря на то, что пророк Шмуэль не развернул его, не подчеркнул его. И мы с вами действительно можем вспомнить, можем вспомнить и о году, про Египет, и представить себе, что в силу праведных женщин сохранился еврейский народ, потому что мужчины, измученные работой, хотели устраниться от женщины, у них не было сил уже не думать о женщинах. Женщины встречали их, когда они приходили с тяжелой работы, старались украшать себя, вот, как бы, ну, я не знаю, как сказать, украшать, хорошо выглядеть, для того, чтобы мужчины были с ними, для того, чтобы еврейский народ не исчез в Египте, как хотел фараон, замучить тяжелой работой, просто чтобы основья Израиля перестали размножаться, да. Вот так, что здесь есть заслуга женщин, наверное, и не только это, безусловно, женщины, которые мыслят такими категориями, сохранить народ, безусловно, они и старались и воспитать, и поднять детей. Теперь, и мы помним с вами, мы помним с вами этого году, что женщины, когда строился в пустыне Мешкан, они принесли свои зеркала медные, в которые они смотрелись, да, и Маше сначала не хотел брать, не хотел брать зеркала, как, скажем, да, предмет сомнительный. Вот женщина, скажем, украшается, смотрит, не знаю, как, скажем, накладывает косметику, допустим, да, смотрит в это зеркало, нет, в этом что-то есть сомнительное, это не пойдет на святой, на такое святое дело, как Мешкан Всевышний сказал, ну, возьми обязательно, да, потому что это, это святое, святое, да, и даже женщины, которые, и даже зеркала, которые женщины используют, для того, чтобы быть привлекательными, это святое. То есть мы видим, да, силу, силу, силу женщин, их стремление поднять народ, их стремление поднять своих сыновей, и те проблемы, которые возникают, когда женщины неграмотны, да, вот, и об этом здесь идет речь, да, теперь можно представить себе, откуда такая огромная сумма денег у частного, у частного человека, да, и видим, который живет довольно скромной жизнью, не показывая свое, не показывая свое богатство, остается таким скромным, частным человеком, да, очень легко предположить, да, что, в то, что это серебро, оно еще вынесено из, оно еще вынесено из Египта, да, в тот момент, когда сыновья Израиля выходили из Египта, как мы помним, женщины, не только женщины, скажем, все, у них была обязанность, Маше обязал взять все, что им отдадут, все, что только им отдадут египтяне, все драгоценности, действительно, вынесли все из Египта, опустошили Египет, как говорится, как глубину моря, что там нету ничего, там нету рыбы в глубине моря, также опустошили весь Египет, и эти средства, как мы помним, они пошли на строительство, на строительство мешкана, то есть все, что вынесли сыновья Израиля из Египта, когда Маше призвал, призвал пожертвовать деньги на мешкан, все это принесли от чистого сердца, с чистой душой, не видя в этом никакой как бы личной ценности, личной выгоди в этом богатстве, принесли это в мешкан. Но мы видим, что был человек, по крайней мере один, может быть еще кто-то, которые воспользовались этим серебром для себя и не принесли его в мешкан. И мы понимаем, мы понимаем, что этим серебром есть некоторая проблема, что, в общем-то, они чувствуют, что его нужно было бы посвятить на святое, но как-то немножко жалко, и вот оно лежит в доме, и тут Миха решает присвоить это серебро, нет у него еще каких-то целей, но что же ему лежать-то уже столько лет, нужно его как-то пустить в дело, и он забирает его, все равно он лежит так просто. А мать говорит проклятие, проклятие тому, кто взял эти деньги. Миха пугается этого проклятия, и говорит, я взял его, я взял это серебро, и сказала мать его, благословен сын мой Богу. Мать, мы видим, все перепутано, все смешалось в голове, но мать считает это высоким достоинством сына, если он испугался проклятия, которое было произнесено с именем Бога, если он испугался его, значит, сын боится Бога, он благословен сын Богу, и вернул тысячи и сто монет серебра матери, и сказала мать его, посвятила я серебро это Богу. Мать решает посвятить это серебро на какое-то святое, на какое-то святое дело, и решает, что возьму это из руки моего сына, моему, чтобы сделать вытесанное из камня или тое изображение, и вот возвращаю его серебро тебе. Я посвятил это серебро Богу, и чтобы сделать какое-то изображение Богу, как они представляют, что можно служить Всевышнему, можно сделать какое-то изображение и поклоняться Ему, представляя себе Всевышнего символически, абстрактно, как угодно, но это допустимо, по их мнению. Но он возвратил серебро матери своей, взяла мать его, 200 мер серебра, и дала мастеру, и он сделал вытесанное из камня и литое изображение. И было это в доме у Миха Ягу. Что мы можем с вами сказать? Что, как мы знаем, у этого Миха был дом Бога, который он уже начал делать до этого. Или сейчас ему пришла такая мысль, и он начал делать дом Бога для того, чтобы поставить туда изображение. Но, как мы знаем по Медрашу, то, что сделал Миха, он сделал такой же мешкан, как в Шило, который он видел в центральной части горы Ефраева, где он жил, и жил, сделал точное подобие, точное подобие мешкана. И вместо того, чтобы сделать литое и вытесанное изображение, он сделал ковчег завета, на котором были такие же золотые ангелы, или в точности такие же, или очень похожие на то, что было в мешкане. Но, конечно, в ковчег завета он не положил Тору. Этот ковчег завета был без Торы. И то серебро, которое мать дала, он вместо того, чтобы сделать литое изображение, он пустил или приобрел на него золото, нашел золото, возможно, нечистое золото, возможно, там часть была из меди, похожей на золото, это совершенно не имеет значения, но он сделал подобие такого ковчега золотого, который стоял в мешкане, сделал воздвиг стены, перекинул, сделал пологи, похожие на то, что было в мешкане. Мы понимаем, что сумма денег была огромной, и он мог привлечь для работы большое число людей, специалистов. И мы здесь видим, как бы, мы здесь видим ложный, ложный трепет перед, ложный трепет перед Всевышним. С одной стороны, желание служить Всевышнему, с другой стороны, такое личное, эгоистическое начало служить Всевышнему так, как я хочу, так, как я желаю, боязнь использовать деньги, которые должны были бы быть посвящены на мешкан, использовать их на личные дела, они используются для Всевышнего, но не так, как велела Тора, а так, как я понимаю, и мы можем понять здесь еще одну проблему, которая была остро в Израиле, на то, что, то, что люди не приходили в мешкан, считали, что это далеко, не понимали, что это основа, что служение Всевышнему в мешкане, прийти туда, на хотя бы, хотя бы часть народа, значительная часть народа, которая может это сделать, физически может это сделать, они не понимали, они не приходили, считали, что мешкан далеко находится, да, и Миха в колене Дана создает такой мешкан, в который начинают приходить люди, в который начинают приходить люди и служить там Всевышнему, да, и Миха не только, не только служил, не только служил Всевышнему, как он понимал, да, то есть на самом деле это считается и доупоклодством с точки зрения Торы, вот, когда человек, когда человек не понимает, что изображение ангелов, это лишь, как бы, если говорить формально, может быть, в этом есть святость, но вообще-то, это украшение, которое есть на ковчеге, в котором лежит Тора, что, скажем, так сказать, ящик, в котором помещена Тора, это футляр для Торы, и ангелы, которые стоят на крышке ковчега, это украшение, может быть, они сделаны, и как бы каждый футляр, как бы каждый футляр для предмета, который обладает святостью, сам футляр обладает определенной святостью, и понятно, что эти ангелы были сделаны Биццелленом, и в них была своя святость, но по большому счету это украшение ящика, в котором лежит Тора. Естественно, что Миха этого ничего не понимает, когда служит, служит Всевышнему и изображением, которые, может быть, изображают Всевышнего, трудно понять, что он представляет, представляет себе, но как бы мы видим, как подобие служения в мешкане, попытка служения в мешкане превращается в и превращается в идолупоклонство, служение каким-то ангелам, изображениям, да, или просто какому-то бездумному служению каким-то изображениям, да, вот, все это есть, кроме того, кроме того, говорят, да, про Миху рассказывается, что он он не собирал деньги, он не сделал это для личного обогащения, да, вот, может быть, что-то ему приносили там для поддержания и так далее, но и вот это не было его целью, он больше раздавал из оставшихся денег, кормил тех, кто приходил в мешкан, не требуя от них, не требуя от них платы, да, и, да, скажем, и эта история, как бы, история нас учит, учит тому, что, скажем, у сыновей Израиля есть много хороших качеств, да, но непонимание скажем, высоких материй, духовного мира и более того, непонимание всевышнего, непонимание, кому служат, оно не позволяет никуда продвинуться, оно не позволяет создать народ, оно не позволяет достигнуть блага и благополучия, и даже если присутствуют такие хорошие намерения, как накормить людей, накормить путников, которые находятся в дороге, и мешкан миха просуществовал до, может быть, не на этом месте, как мы увидим с вами, но он просуществовал до того момента, когда был разрушен мешкан в шило, и у мешкан миха говорится, что дым мешкана миха смешивался с дымом мешкана в шило, мы увидим с вами в дальнейшем, что в шило, безусловно, там было служение Всевышнему, было благословение Всевышнего, было божественное присутствие в шило, но там был недостаток, да, Ильи и его сыновья, которые служили в это время в мешкане в шило, они не видели совершенно своей задачи в том, чтобы помогать сыновьям Израиля, оказывать им гостеприимство, заботиться о том, чтобы у них было место, где переночевать, защищенное место в защищенное место в шило, они считали, что сыновья Израиля должны чувствовать трепет перед мешканом, перед когеном, перед первосвященником, да, и держали себя так, чтобы подчеркнуть свою дистанцию между всеми остальными и собой, и как бы сохранить, подчеркнуть свой статус как служители Всевышнему, и другие должны им, другие должны им подчиняться, да, это привело ко многим, ко многим ошибкам, несмотря на то, что и Илии, и его, и его сыновья, как мы с вами увидим, были людьми величайшей святости, несмотря на это, это привело к ошибкам, к ошибкам столь серьезным, что и Или, и его сыновья понесли показания, не только они, но и как бы все их потомки, разберем почему, как можно наказать потомков, и так далее, попробуем с вами все это представить, но пока как факт, мы видим вот эту, видим эту разницу, противоречие, и в то же время какое-то положительное начало, скажем, которое не может оправдать существование этого Мишкана, и не может оправдать все, что сделал Миха, и оно только может показать, насколько перепутаны были в голове сыновей Израиля представления о Всевышнем, насколько и это происходит из-за того, что они живут бок о бок с бок о бок с поклонниками, и из-за того, что идеи Торы, полученные с Синая, они кажутся самими собой разумеющимся многим людям, и они ни в коем, ни в коем образом не внедряются в народ, не разъясняются, да, мы видим, мы видим, как хорошее, как хорошее начало путается совершенно как бы с, путается с эгоистическими представлениями, скажем, или представлениями о мире, которые исходят из эгоизма, представлениями о том, что можно, да, можно построить частный дом для служения Всевышнему, и пусть люди там приходят и приносят жертвы, вот, и нам тоже будет какой-то доход небольшой, Миха, как скажем, мне будет какой-то небольшой доход, и я смогу сделать доброе дело, смогу накормить путников, вот, да, и у них будет такое ощущение, что они там вот принесли жертвы Всевышнему, все это перепутано, и понятно, что весь этот конгломерат, который есть в голове у Михи и у его матери, да, конгломерат представлений, он есть в головах и других людей, и даже если есть какое-то позитивное начало в душе, да, то это все равно приведет к тотальному разрушению, об этом как бы вот рассказ Шмуэля и тех Медрашим, которые мы знаем об этом, так сказать, идоле, изображении, которое создал Миха. Да, и подчеркивается, да, в то время не было царя в Израиле, и каждый делал то, что правильно в его глазах, и мы понимаем, почему эта ситуация с такой полной перепутностью представления может быть, только в том случае, если нет царя, который устанавливает общие институты образования, суда, прокладывает дороги, и для того, чтобы по ним проезжали его, те, кто несут его депеши, и для того, чтобы по этим дорогам можно было пройти в мешкан или в храм, и они были бы защищены, люди без боязни могли бы ходить по этим дорогам, да, вот, и дальше как бы мы видим, как это, как это тема, да, о перепутанных представлений, то, что может быть, называется тума, нечистота представлений, да, то есть и хорошее, и плохое, и перепутанное получается тума, нечистота, да, нечистота представлений, мы видим, как она развивается, да, и был юноша из города Бейт-Лехем в колене Иуды, и семейство Иуды, и он был Леви, и жил он там, и пошел этот человек из того города Бейт-Лехем в колене Иуды жить там, где найдет себе место, и дошел до горы Ифраима, и до дома Мичи, чтобы отдохнуть и продолжить дорогу, да, сколько здесь самых как бы разных моментов нескольких предложений, да, мы видим человека из колена Леви, который должен посвятить свою жизнь изучению Торы, жить на десятую часть, которую отделяют ему сыновья Израиля, для того, чтобы он был учителем их детей, учителем и старого, и нового поколения, и прибивал им знания Торы, в общем-то, довольно непростые, если учесть, что окружают этого поклонники, у которых свои представления о том, как силы природы проявляются через те или иные изображения и так далее, да, все это проникает в среду садовей Израиля, если они неграмотны, Леви ходит, он не находит себе места, ему не дают десятую часть, не нужен он никому, да, и он идет из города быть лыхим, из города Бейт-Лехим, где из Иуды, где живут в достатке, так же, как Миха, да, он идет, куда глаза глядят, где удобнее жить, да, и приходит туда, в колено Дана, где найдет себе место, и дошел до горы Ифрайма, до дома Михи, чтобы отдохнуть и продолжить дорогу, дорогу его, и сказал ему, Миха, откуда ты пришел, и сказал ему, вот, из Бейт-Лехима, что в Иуде, я иду жить там, где найду, где найду место, да, может быть, может быть, здесь не стоит пользоваться тем, тем комментарием, который я хотел воспользоваться, что Миха взвинулся в колено Дана. Возможно, что нужно остановиться, скажем, на более простом смысле, что он находится, что все это происходит все-таки на горе Ифрайма. Давайте вернемся к этой концепции, что вот происходит, событие происходит на горе Ифрайма, а пересечение с коленом Дана, оно будет несколько позже, хотя, в общем, этот момент несколько неопределен, да, несколько неопределен. Хорошо. «Живи у меня и будешь мне главой над всем и Каеном, и я тебе дам десять монет серебра за год, одежду сменную и пропитание, и подался Леви на уговоры, да». Вот. Как мы впоследствии узнаем, этого человека из колена Леви, у него есть имя и зовут его Минаше. Сейчас, секунду, мы поднимем с вами это имя, Минаше. Оно написано в книге Шовтим, оно написано так, что Нун пишется маленьким, да, и как мы понимаем, что если не читать это маленькое Нун, то у нас получится Маше. И отсюда возникает тоже целая картина, когда говорят, когда Медраж говорит, что здесь есть намек на Маше, что этот самый Минаше был никем иным из колена Леви, как мы понимаем, он был никем иным, как потомком Маше, да, и картина становится совершенно ужасной, что оказывается потомок Маше может прийти к такому состоянию, когда он не видит разницы между служением в мешкане, в котором он должен был бы служить и находиться при нем, и служением в храме, который построил Миха по образу и подобию Мишкана, не видит разницы, не понимает между служением Всевышнего, так как это положено в Торе, и служением в мешкане Миха, где Тору никто не знает, где не заводится никто об распространении естественно знаний Тора, а люди, которые приходили в Мишкан, они по крайней мере должны были левиты, заводятся о том, чтобы их учить, наставлять, и рассказывать что-то, рассказывать что-то из Торы, так сказать, повышать их грамотность, это была одна из задач приход в Мишкане, естественно, что у Михи этого ничего нету, и вот у него что-то внешне похоже на служение Всевышнему, или, думаю, останусь я у него и буду служить, и какие-то навыки, которые я получил в детстве из своей семьи, как служит Мишкане, вот я это буду здесь применять, и это потомок Маше. говорят, что когда его когда его кто-то этого левита спросил, почему ты почему ты пошел к Михе, он сказал, он сказал, говорит Митраж, что я знаю из дома деда своего, да, из дома Маше, что лучше заниматься обо дазара, лучше заниматься чужой работой, переведем так, чем просить подаяния. И вот я оказался в таком положении, что никому я не нужен, да, и самому толком не дали выучиться, хотя у меня есть какие-то знания, и других я не могу учить, и никто не хочет привлечь меня, как левита в служении мешками, научить, и чтобы я служил, ну, я вот шатаюсь здесь, должен просить подаяния, а здесь есть работа, и я из дома своего деда знаю, что лучше заниматься чужой работой, чужая работа, как бы, скажем, обода зора, как мы понимаем, мы на русский это переводим чаще всего и до поклонства, чем просить подаяния, что же это такое, мидраж говорит, что Маше учил своих детей и своих учеников, лучше заниматься чужой работой, чем просить подаяния, чужая работа, это работа, которая не нравится тебе, которая не лежит как бы не по душе тебе, мы знаем, что пророк мог подсказать человеку, какой путь ему избрать в жизни и каким делом ему в жизни заниматься, так, чтобы его деларук пошли на пользу всему Израилю и, если так можно сказать, на пользу Всевышнему, прославляли имя Всевышнего, что ему нужно делать в жизни. Маше сказал, что если у человека не получается, если у него он не может найти работу, которая ему, не может получить работу, которая у него по душе, чем просить подаяния, лучше заниматься чужой работой. А вот да, Зара, так прозвучало Изус Маше, его дети поняли, но его внуки уже слышали что-то краем уха, и вот его потомок Минаше, он решил, он решил что, а вот Азара это буквально идолопоклонство, ну и ладно там, если это у Михи есть какой-то элемент идолопоклонства, как он решил, лучше служить у него, чем просить подаяния. Здесь опять же видим проблему передачи Торы из поколения поколения, и даже среди потомков среди потомков Маше, Тора должна изучаться, она должна разбираться, ей должно посвящаться время, если кто-то где-то слышал что-то, то получается, как говорят, испорченный телефон, вот, а здесь гораздо хуже, чем испорченный телефон, да, и вот, и получаются такие люди, как Миха, который где-то что-то слышал, вот, и у него даже есть какие-то хорошие устремления, да, и уж так, если получилось, есть деньги, которыми нельзя воспользоваться для себя, то вот я буду, так сказать, при деле, да, и есть Минаше, Леви, да, который идет, передвигается по жизни, да, что-то где-то слышал, да, как говорят, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, да, и из этого получаются вещи весьма и весьма сомнительные, да, и в конечном итоге разрушительные для всего народа. Здесь я остановлюсь, так, вот, и хочу послушать, что вы скажете, спросить можно, хорошо? Да, пожалуйста, пожалуйста. Ковчег, это был ковчег у Михи? Он взял подобие Мишкана, включая Ароно-Кодыш, Ароно-Брит. То есть, был Ароно-Кодыш, сверху были крови. Да, сверху были крови, но Торы там, но Торы внутри не было. То есть, было... Свитки Торы, вообще, он вообще не знал, а свитка Торы, вот это я не понимаю. Как же, как же тут не понять-то, смотрите, свитков Торы было не так много, свитков Торы было не так много. И как раз, вот то, что вы говорите, что вы не понимаете, нам нужно было бы это понять, что Тора может быть только живой, живым учением во всем народе. Разговор о Торе на высоком и правильном уровне должен вестись постоянно, везде и повсюду, на улицах, на площадях, у ворот города, в дороге, в гостинице, в семье должен вестись разговор о Торе. Это не значит, что нельзя разговаривать о других вещах, есть практические вещи, которые нужно обсудить, безусловно, но разговор о Торе должен присутствовать постоянно, везде. Лучше, если вы были еще и пророки, которым можно прийти за советом, за личным советом, мудрецы очень высокого уровня, которые выходили, не жалея своего времени из одного города в другой город и посвящали бы свое время тому, чтобы обучать народ. иначе мы приходим к такому заявлению, очень глобальному характеризующему, в то время не было царя в Израиле. Царь не только в Иерушалайме на престоле, не было царя в голове, не было четкого представления о царе в голове. Равзиев, поймите правильно, я хочу понять, где были свитки Торы. Как минимум 12 свиток Торы были. И логично предположить, что переписывалась Тора и были свитки. Почему ни разу не упоминается об этом? Почему? Вот объяснить этот момент очень сложный скажем, во-первых, во-первых, упоминается по крайней мере один раз, да, когда Яшуа говорится, лои муж сэфера Тора зот мипиха, пусть эта книга Торы не отходит от уст твоих, да, и Медраж говорит о том, что это сказано, и как мы видим, это привязано к тексту, что Медраж говорит, в тот момент Яшуа сидел, и свиток Торы был у него на коленях или был перед ним свиток Торы, да, и тогда Всевишний начал говорить с ним и сказал, пусть эта книга не отходит от уст твоих. Что значит книга не отходит от уст твоих? Нужно читать, да, нужно читать, нужно выучить наизусть, а Медраж говорит, что книга Тора лежала перед ним, значит, нужно читать и из свитка Торы, да, вот, и мы представляем себе, что вот это вот, эти слова, пусть не отходит эта книга от уст твоих, это специальная заповедь, которая сохранялась на протяжении, на протяжении многих поколений, да, мы, у нас есть очень скудные сведения, у нас есть богатые сведения о том, как передавалась устная Тора, да, по крайней мере, с какого-то момента, у нас есть мало сведений о том, как передавалась письменная Тора, да, то есть, как передавались все правила записи Торы, и как, как бы эти правила, как бы осуществлялись на деле, создавались свитки, мы знаем, что у каждого из сыновей Израиля есть, в принципе, запись, в течение своей жизни написать свиток, написать свиток Торы, можно представить себе, что далеко не все, как и сегодня, исполняют эту заповедь буквально, кто-то платит деньги тому, кто может написать Тору, да, кто-то просто в силу того, что он находится в вынужденном положении, он не исполняет этой заповеди, но, тем не менее, скажем, по крайней мере, отдельными людьми это заповедь написать свиток Торы, она исполнялась, да еще так, что они сами прекрасно знали, как записывать, какие буквы пишутся, какие не пишутся, где делается пропуск, что пишется в столбик, что пишется в строчку и так далее, все они это прекрасно знали, да, и мы знаем, что эта традиция дошла до нашего времени, что где-то в 10 веке в Твери, да, были сделаны два свитка, когда два человека по имени Ашера и Нафтали почувствовали, что традиция начинает уходить, они сделали два свитка полных и Торы, и Пророков со всеми огласовками, со всеми знаками кантиляции, да, вот, и эти два свитка, как бы, они, вот, были основными для создания всего, скажем, свитков и даже печатных изданий, которые существуют сегодня, они существуют либо по свитку Нафтали, либо по свитку Ашера, один из свитков хранился в Сирии, в Орам-Цоба, сейчас он находится в Израиле, другой свиток называется Ленинградским, находится в библиотеке в Ленинграде, да, вот, и по нему также сделан одно из изданий в Израиле, да, вот, то есть мы, есть какие-то вещи, которые остаются за кадром, безусловно, свитки Торы присутствуют, и все, да, но мы понимаем, что это все было недостаточно, и было много людей, которые этот свиток Торы в глаза не видели просто, да. То понятно, Рамзиев, еще, как правильно все-таки понимать, это же важно, правильно понять, что слияние Торы и Мишканта Михи и Шило было вместе, может быть, это есть некий позитив в этом, хоть вы и сказали, что смешано и добро, и зло, но появляется клепа, и получается, что однозначно это тума полная и все, или что-то положительное все-таки было в этом. Я бы сказал так, если заняться слово образованием, что в этом есть позитив и без перспектив, да, то есть в этом есть, в этом есть тупик, да, в этом есть тупик, любое, скажем, любое, любое доброе дело, да, вот, тем более, такое глобальное, как служение Всевышнему, там, да, и привлечь, привлечь людей, там, вот, к служению Всевышнему, мы понимаем, уже тут трудно говорить, что же не Всевышнему получается из его поклонства, да, что тем, чтобы накормить их, все это, в этом есть какой-то положительный момент, когда, как бы с небес смотрят и говорят, ну, ну, ладно, сейчас мы не там, не разрушим все это сразу, да, вот, мы видим, что Мишкан Миха переживает свои какие-то метаморфозы, да, вот, но, вот, но все это бесперспективно и в конечном итоге, в конечном итоге разрушительно. Тот урок, который мы можем вынести отсюда, скажем, важный урок для нас, да, что невозможно построить ничего, невозможно построить страну прежде всего, да, может быть, можно построить один дом, как-то там прожить, да, на тех, на тех деньгах, которые должны были быть отданы в Мишкан, которые чудом достались с семьи, но не были отданы Мишкан, может быть, можно построить семью, да, может быть, можно кормить несколько голодных, но страну на этом построить невозможно, да, на страну на этом построить невозможно, Если снабья Израиля могут объединиться вокруг Мишкана, вокруг служения Всевышнему, который стоит в шило, и это должно быть сделано, то вокруг Мишкана Михи, личного, частного его, в котором его личные представления, несмотря на то, что там есть цдака, понимаемые по-своему, как бы на присвоенные цдака, на присвоенные деньги, которые боятся использовать для себя и пускают их там на создание Мишкана и на цдаку, на этом нельзя построить государство, на этом нельзя поднять народ, на этом нельзя воспитать народ, и все это бесперспективно и в конечном итоге будет разрушительно. Спасибо, Рамзин. Спасибо. Вопрос, можно. Статус Мишкана в шило на фоне Мишкана. Каков был статус? Он действующий был, народ сходился три раза в год, как и полагается, и так далее, и по три. Каков его был статус, Мишкана в шило? В это же смутное время. В это же смутное время. Смутное время, оно выглядит как довольно благополучное время, если мы возвращаемся к началу книги Шовтима. Это не Эльбен Кнас, завоевание земли Израиля, Хеврон, мудрец Тора и так далее, поэтому сказать смутное или благополучное и то и другое одновременно. Теперь, статус Мишкана, подробно о нем будет разговор в начале книги Шмуэля, первой книги Шмуэля, к которой мы приближаемся с Божьей помощью. Но в любом случае, скажем, если вы говорите статус, то статус Мишкана в шило не меняется, ни от чего. Он должен быть, он стоит, там происходит служение Всевышнему, там приносятся жертвы. Вопрос в том, скажем, как вторая половина вашего вопроса, насколько он, так сказать, популярен среди народа. Очень мало популярен, очень мало популярен, так же, как нет царя, так и в каком-то смысле нет центра служения Всевышнему, потому что люди туда не приходят. Приходится приложить огромные усилия для того, чтобы вернуть людей, хотя бы часть людей вернуть к служению Всевышнему в Мишкане. Да, и об этом разговор в начале книги Шмуэля. Мишкан есть, служение там есть, да, там есть свои проблемы. Вот в народе это не пользуется как бы популярностью, это ушло и из головы, и из сердец, что есть центр, куда нужно прийти три раза в году. Можно понять так, что нет не только царя, но нет и пророка, предвестника царя, очевидно, то Шмуэля. Ну да, можно, конечно, то есть нет царя – это глобальное какое-то понятие, понимаете. Мы представляем, что нет царя – нет порядка, да, он сейчас там всем задаст, всех накажет, кому, если что не так, это прежде всего так звучит. Конечно, нет порядка, но кроме порядка нет еще и связи между людьми, связи коленами, ни физической, ни психологической, нету того, кто отвечает за моральный уровень, нет того, кто отвечает за защиту всей страны и так далее. То есть это понятие нет царя, оно глобальное совершенно, да, включает, как вы говорите, что нет и храма, потому что первая задача царя – это построить храм, как мы представляем себе, правильно? Когда Давид становится на престол, первое, что он делает, он переносит столицу Иерушалай, переносит ковчег завета, переносит Иерушалай, построить храм. Первая задача царя – создать центр, где есть, откуда распространяется божественное благословение на весь народ и связывает его вместе. Сейчас мы посмотрим, у нас в чате есть несколько вопросов, если можно выключить. Мне кажется, ничего не слышно. Это от Тины, я очень надеюсь, что это наладилось, потому что я, к сожалению, не видел это. Надеюсь, что Тина нас слышит уже давно. Вот, теперь, всем шалом, это замечательно. Можно и так понять, что мешканы, мешканы погибли по вине людей, один из-за подмены понятий уже служения у михи, другой из-за высокомерия жрецов шило, скажем, когенов шило. Глобально правильно, да, конечно, здесь вещи несоизмеримые друг с другом, там мешкан, шило, там люди, когены, большие праведники стараются служить Всевышнему, допускают целый ряд ошибок, их недостаток, высокомерие по отношению к людям. Но это все, как бы, делается также во имя небес. Мы постараемся посмотреть, да, люди, которые, Пенхас, сыновья Ильи, они готовы пожертвовать собой жизнью ради народа. И миха, да, вот, который дополняет то, что нет шило, но как он дополняет, да, конечно, какое-то дополнение, ну, какое-то дополнение. Поэтому мидраж и говорит, что у михи, ну, у него там было что-то положительное, и даже было то, что не хватало в шило, да, но сравнить это и поставить на одну чашу весов очень-очень трудно. Как всегда, мидраж дает какой-то намек, но он не размышляет, не разъясняет подробно. Замечание ваше совершенно правильное, но нужно было сказать, что между ними есть огромная разница между служением сыновей Ильи и его сыновей в шило и михой, да, огромная разница. И одни делают все во имя небес, понимают что-то неправильно, ошибаются, другой просто чистое, как бы полное смешение всех понятий. Как долго Миха продолжал свою практику, каким образом это обнаружилось? Мы увидим с вами, да, он продолжал свою практику до тех пор, пока колено Дана не присвоило его мешкан, не присвоило его мешкан себе и не унесло его на север. Это у нас в следующей главе, мы постараемся с вами это обсудить. Есть что-то еще, что хочется спросить? Можно, а можно спросить? Да, пожалуйста, конечно. Вот, а вот, может быть, немножко забегая вперед, если тут несколько, вот в книге Шевтим, да, несколько раз повторяется фраза «В те дни не было царя в Израиле», ну и, соответственно, как бы вывод тот, что вот всякие такие плохие дела происходили. А почему тогда, когда уже впоследствии народ попросил царя, пророк Шмуэль сказал, что это, ну, как-то рассердился на них и, в общем, как-то так, ну, не был очень доволен этим, так сказать, этой просьбой, если он бы, он же сам бы писал книгу «Судей», и он же сам, как бы, считал, что плохо, когда нет царя, вот как-то так. Да, конечно, я забегаю вперед, но я постараюсь коротко ответить, а подробно мы посмотрим позже. Есть разные ситуации. В эпоху Шмуэля попросили, когда был пророк Шмуэль, попросили царя в то время, когда был человек, пророк, который объединил весь народ, как царь, он тому же был пророком, ради которого происходили чудеса просто совершенно, как бы, чистые, откровенные, наглядные. Враг просто бежал, он воевал силой пророка, сильнейший пророк, да, и народ попросил царя, подчеркнуто, как у всех народов. И это мы должны с вами разобрать, да, что Шмуэль, Шмуэль должен был, как бы, и он это делал, он возвысил сыновей Израиля, он привел их к раскаянию, да, и он сам был, как царь, не хуже царя объединял народ, и народ не выдержал того уровня, который он предлагал, да, и он попросил царя. В этом проблема, да, не в том, то есть, оказывается, что есть разные ситуации, здесь не хватало царя, безусловно. Там просьба о царе была совершенно преждевременной, исходила не от чистого сердца, а от того, что, ну, не нужен нам такой пророк, ну, не можем мы просто с ним, да, хотя он решал все проблемы. Вот, это как бы предварительно, коротко. Хорошо, давайте, если есть конкретные вопросы, я готов, а если мы закроем тогда форум наш, чтобы не утомить всех, и у нас не начал глаз пустеть. И если есть какие-то вопросы, то можно через наши форумы, и по этому занятию можно через форумы, можно по почте, можно любым другим способом электронной связи, который у нас есть, пожалуйста, я постараюсь ответить. Хорошо, спасибо большое, спасибо большое, очень надеюсь, что мы с вами движемся, не топчемся на месте, вот, и всего самого доброго, вот, надеюсь на встречу с вами в дальнейшем, спасибо.